И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый видеоролик. Сегодня у нас долгожданный день, когда в игре появилось обновление с новыми устройствами. Появились новые контейнеры, которые называются ультра-контейнеры, можно сказать ультра-боксы. И сегодня я записываю видеоролик не с обзором всех этих устройств, а с видеороликом, в котором мы попытаемся открыть 100 ультра-контейнеров. Мне их выдали, ну и посмотреть вообще, в принципе, что с них будет падать. Это тестовый аккаунт, поэтому там не пугайтесь, не завидуйте. Исключительно посмотреть, мне лично хочется частоту выпадения хорошего дропа из данных контейнеров. Вообще, что здесь падает, в каком эквиваленте, насколько часто. И сколько я вообще смог бы выбить, например, каких-то интересных предметов. Сегодня подписчик мне скинул скриншоты о том, как он открывал 200 ультра-контейнеров. И за 200 он сумел выбить 5 новых устройств. На данном аккаунте уже все устройства имеются. Поэтому я лишь могу потестировать и посмотреть, что вообще падает с них. Ну и чем, например, отличаются простые вот эти вот ультра-контейнеры, например, от простых контейнеров, которые у нас у всех имеются в гараже. За задания, за дополнительные, которые вы ловите, например, в битвах. Ну и за прочие-прочие вещи. Поэтому я думаю, что долго мы сегодня балаболить не будем. И оденем, наверное, тот самый Хантер, который мне также выдали. Сегодня, друзья, обязательно не забывайте... Нифига себе, он красиво выглядит. Обязательно, друзья, не забывайте приходить на стрим. Будем все это дело тестировать. Ну и когда я уже как бы разберусь в большинстве данных интересных устройств, то я уже как бы запишу видеоролик, где буду потихонечку, постепенно рассказывать о каждом устройстве. И говорить вообще о профите. Какой лучше использовать, с каким лучше нагибать, от какого толку нету, от какого есть смысл. Короче, я думаю, что вы все это дело, конечно же, поддержите. Если вам нравится, поставите лайк. Ну а я быстренько попытаюсь открыть и понадеяться на то, что что-нибудь крутое мне сегодня обязательно с них упадет. Я так понимаю, что частота выпадения всяких вот интересных, например, кристаллов. Нарки. Такая же самая, как в контейнерах обычных. Но возможно, что-то интересное мне сегодня дропнет. Может быть там какой-нибудь скин там, экстишный из этой соточки может упадет. Может еще что-то упадет. В общем и целом, давайте попробуем, посмотрим. Не сказать, что у меня будут какие-то, наверное, там сверх эмоции. Все же это не мой личный аккаунт и не мои личные контейнеры, которые я открываю. Потому что когда ты открываешь свое, то, что ты набил, это как бы передается более эмоционально и более как-то интересно. Нежели то, что ты открываешь, которое тебе выдано. Ну все вы понимаете, да, как бы о чем я говорю. Но в общем и целом все равно хочется посмотреть, что вообще с них падает. Сказать вам вообще, насколько это круто или не круто, да. То есть дропает с них, не дропает. Стоит ребятам донатить на данные контейнеры или не стоит. Потому что я более чем уверен, что имеются люди, которые, например, раздумывают, стоит ли, например, купить мне там, например, соточку какую-то, пооткрывать и что-нибудь, например, интересное выбить. Пока я вам могу сказать точно то, что, ну, падает примерно так же, как с обычных контейнеров. Ничего такого сверхудивительного я, по крайней мере, после тридцаточки данных интересных контейнеров не увидел. За исключением того, что падают голды. Голды, это очень даже достойно, это очень круто, что голдов падает даже, мне кажется, чаще, чем с обычных контейнеров. Ну а так, в общем и целом, ничего нового, все по-старому. Дропает те же самые фиолетки. Вот если бы, например, скинчик мне бы сейчас бы дропнул какой-нибудь интересной, радости у меня было бы побольше. Фиолет. Фиолет, а это последний, краска ини, кстати, ини, это очень неплохо на такой аккаунт. Теперь у меня будет хоть какая-то интересная, красивая красочка. Вот на таком сочетании мы сегодня, я думаю, что поиграем. Если еще у меня, а нет, у меня гаусс только x-тишный есть. К сожалению, если бы был гаусс еще прайм, было бы, наверное, еще красивее. Но, в принципе, тоже смотрится довольно-таки неплохо. Поэтому давайте продолжим открывать. Пишите свое вообще мнение по поводу контейнеров. Напишите мнение по поводу устройств. Падают вам они. Потому что, ну, как бы, мне бы было, конечно, интересно бы сначала бы протестить. И посмотреть, насколько частота вероятность выпадения данных устройств. Но, к сожалению, как вы понимаете, уже сразу все выдается. Дабы мне не надо было там мучиться. И дабы я мог полноценные обзоры записывать с каждым устройством, с рассказом. Для меня это, конечно, очень удобно и практично. Но если акцентировать внимание на, например, такой вещи, как частота вероятность выпадения того или иного крутого предмета, то здесь уже имеются своего рода определенные проблемки. Но уже открыл я больше 50 данных замечательных ультра-контейнеров. Но, как по мне, падает все то же самое, что падает с обычных контов. То есть, ничего сверхудивительного, ничего сверхнового я, по крайней мере, на данный период времени здесь не увидел. То есть, падают эффекты все те же самые, падают краски все те же самые. Ничего нового, ничего там скин крутого мне пока что здесь не дропнуло. Может быть, есть частота вероятность. Ну, понятное дело, что как бы падают устройства, да, которые мне, по сути, не могут упасть. Но, за исключением устройств, ничего крутого на данный период времени я здесь не увидел и не выбил, к сожалению. Остается 35 контейнеров. Белых свечений, как всегда, довольно-таки много. А это значит, что когда я свои 12 полноценных контейнеров набью на основном аккаунте, я там ничего такого сверхкрутого не увижу. Это очень-очень грустно и печально, если честно. Хотя, может быть, что-то еще дропнет. Видите, такое, кажется, золотое свечение, да, вылетает, а на самом деле оно белое. Такое немножечко с подставкой, ну, не подставой даже, как бы, обманом небольшим. Выпадает с этого интересного контейнера. Потому что, если я смотрел бы на начало, то есть, как он открывается, этот контейнер, мне бы показалось изначально, что это как бы золотое свечение. А там оно получается такое вот, переливается сразу на верхнюю часть и показываете, например, белое там свечение. И ты такой сидишь в таком настроении и думаешь, блин, почему белое? Где что-нибудь крутое? Осталось 20 контейнеров. Я 80-ку открыл. Ну и, грубо говоря, особо ничего такого сверх крутого я здесь и не увидел. Открыл пятерку. Пало хуже кого-то, чем с обычных контейнеров. Ладно, вот еще пятерочку. Может, сейчас чем-нибудь дропнет. 10 контейнеров осталось. Офигеть. Я лучше бы по одному открывал, если честно, друзья. Мне кажется, я бы по одному выбил бы намного больше интересных предметов. Я открыл 5. Просто 5 белых. Это что за рофл? Частота выпадения чего-то годного с этих контейнеров по ходу по фикшену просто жестко. Очень жестко. Прям очень жестко. Потому что, ну, с таким количеством били. Далеко не уедешь, друзья. Далеко. Ууу, если 10 подряд белых. Так там даже не 10 получается. Я еще 5 открыл. Там 20. Офигеть. Около 20 белых свечений подряд. Да ну его нафиг. Как-то так, друзья. Я сегодня планировал увидеть здесь что-то интересное. Увидеть, может быть, какое-то там золотое. Еще какое-то свечение. Но у меня было 100. Целых 100 ультра контейнеров. И из них ничего сверхкрутого и сверхгодного я не выбил. Даже по кристаллам, если честно. Ну, плюсанулось где-то 100, 130, 140 тысяч. Да, может быть, как бы это неплохо. Скажете вы. Но я не сказал бы, что это сверхмного или сверхкруто. Поэтому лишь ваш взгляд, лишь ваш выбор покупать их или нет. Если акцентировать внимание исключительно на том, что с данных контейнеров могут падать новые устройства. И у вас есть возможность их купить. Вы готовы потратиться. То вы можете купить. Но, друзья. Если вы планируете с них выбить что-то крутое. Например, там, иметь кристаллы, там, премки или еще что-то в этом духе, да. То есть, не акцентируя внимание на устройство. То я вам бы не советовал бы тратить свои деньги и покупать данные интересные контейнеры. Если вы не акцентируете свое внимание на новых устройствах. Ну, это лично мой взгляд на то, что я открыл сотку. И, по сути, да, мне бы выпало бы, я думаю, уверен, да, пару-тройку устройств новых. Но, так как у меня они все имеются на этом маке. Как бы, я их не увидел. А, что касаемо другого дропа, которого могло бы мне насыпать довольно-таки неплохо, да. Там, может, даже какое-нибудь золотое. Да, я даже золотого не увидел. Ничего такого сверхкрутого. Я, в общем и целом, здесь, сегодня, не увидел. Как-то так, друзья. Если вам понравился данный видеоролик, если вы согласны с моей точки зрения, да и вообще, напишите в комментариях. Я уверен, что кто-то уже точно данные ультра-контейнеры себе набил на основе. То напишите, что вам вообще выпало с них. Или, если вы донатили, открывали, что вам падало, можете тоже написать. Мне будет интересно очень почитать. И посмотреть вообще, насколько круто вам дропает или не круто вам дропает. Все ваши комментарии читаю. Ну и если у вас какие-то вопросы тоже ко мне имеются, можете тоже смело задавать в комментариях. По возможности на них также отвечу. Такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Понравился? Поддержите его лайком. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать ни видосы, ни стримы. Ну и совсем скоро, друзья, будем делать уже обзорчики на новые устройства. Ну и обязательно не забывайте про стримы, которые у нас на данный период времени проходят от, вернее не от, можно так более правильно сказать, наверное, примерно начинаются в 10 часов вечера. Бывают чуть-чуть позже. Ну и залетайте. Я думаю, что уже даже сегодня будет очень круто. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok